Любимый художниками сюжет «Дама в окне». Завтрак итальянских рабочих с непременной бутылочкой кьянти, растиражированный дизайнерами женский портрет или хореографическая антисоветчина, работа рок-н-ролл. Да и неко хрестоматийный и тут же, на соседней стене, сам на себя не похожий. Пожалуй, главная мысль новой экспозиции. Нам кажется, что в год 120-летия именно таким образом надо показывать художника, надо показывать сложность его биографии, его взлеты и, может быть, какие-то не самые высокие места. Да, они были, и мы честно говорим об этом. При этом это не мешает нам восхищаться Александром. Это про такие выставки говорят «Яблоку негде упасть». Пришла в галерею и племянница юбиляра. Для нее он в первую очередь близкий человек, а уже потом художник. Прекрасный и человек, и родственник, и ничего не могу плохого сказать. Помогал всю жизнь, пока был жив, помогал. Эта выставка не напоминает, бьет в набат. Самое крупное собрание работ классика советского искусства задыхается на 300 квадратных метрах галереи. Нужно современное помещение. По нашему мнению, картинная галерея, в которой содержится самая большая коллекция работ, автора мирового уровня, требует расширения. И один из элементов технического задания архитектурного конкурса «Курск-2032» – это как раз просторная, современная картинная галерея. План реновации в Курске внесен на создание картинной галереи. Поэтому мы ждем результатов нашего известного конкурса, это архитектурного «Курска-2032». И вот кто победит в этом конкурсе, кто нам представит в том виде, в котором будет картина галереи. Но то, что она будет, это уже однозначно. Выставка продлится до 14 июля. Кроме того, сотрудники галереи выпустили каталог, максимально полно представляющий курскую коллекцию. Иллюстрации снабжены текстом искусствоведов и острыми цитатами самого Дейнеки. Читайте Дейнеку. Он так описывает Крым, он так описывает полеты на самолетах или на наблюдении этих самых полетов, что дух захватывает.